Всем здравствуйте, многоуважаемые друзья, подписчики случайно излетели в лицо моего канала, ну не умею я приветствоваться, не умею. Сегодня у нас начинается прохождение GTA 4, и скажу сразу, что после прохождения GTA 4, прохождения GTA 5 не будет, потому что я хочу дождаться марта, когда выйдет GTA 5 на PlayStation 5, пройти её уже самую крутую версию. Играть я буду на компьютере GTA 4, очень часто меня спрашивали, а как ты будешь проходить четвёрку, если там её нету на PlayStation 4, 5, на ПК? Пройду, конечно же, обычная стимовская версия у меня, которую там переиздали не так давно, вот. Начинаю я новую игру, если что, если будут какие-то там лаги, может быть ещё какие-то там неполадки, я просто редко с компа снимаю, я обычно всё снимаю с консоли, я об этом узнаю, и в любом случае это будет исправлено в следующей серии, поэтому Enter, мы начинаем новую игру, GTA 4, самая моя любимая GTA, я скажу вот так вот вам сразу, блядь. Очень сильно хотел в неё поиграть и понеслась. Блядь, ебаный английский язык. Я не буду это читать, я, пожалуй, откажусь. Это Ника Белик, это его друг, которого мы больше никогда не увидим, блядь. Ника, что ты делаешь? Эй, пришёл внимание на него, давай, нам нужно подготовить эту штуку за ходу в док, за дело. Блядь, GTA 4, 2009 года игра. Вот когда эта игра вышла, я тогда и начал в неё играть, чуваки. И опять же, проходил я её всего один раз, то есть, и то на PlayStation 3. Очень давно я проходил её. Бывал тут? Нет. Безумное местечко, Нико. Блядь, это крутая игра. Это, я бы сказал, охуенная игра. Чем собираешься заняться? Могу вернуться обратно на борт, а могу пытаться... Блядь, я, сука, не умею читать и здесь. Ой, они ещё с акцентом разговаривают, потому что они не англичане далеко. А ещё, как будто бы картинка дёргается, именно вот у идущих персонажей иногда. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с оптимизацией, я хуй знает. Короче, Нико Беллик приехал к своему кузену, к своему брату двоюродному, к Роману Беллику. И говорит, что он пиздатый, охуенный, современный, невъебенный, что у него есть деньги, тачки, бабки, детки, блядь. Это вот чел алмаз прячет в суп. Молодец, блядь, очень умное решение. Кажется, эти кацанки долгие. После воды я никак не мог найти себе работу, да и никто не мог. Ну и связался я с одним и отморозками, и натворил кое-какие глупостей. А в чём прикол этой игры? Тут главные герои, скажем так, они плохо разговаривают по-английски, очень верно, и поэтому я могу успокоенно успевать за их речами. И без проблем говорить. Это вообще, блядь, спасибо, блядь, большое. Легендарная заставка, легендарное всё здесь. Блядь, ну сразу видно, что это не ебаная третья часть, да? Где тоже Либерти Сити. Что это нормальная игра, нормальная карта. Хорошая игра. Я уже в предвкушении, на самом деле, погеймить. Уже пройти все вступительные миссии, на самом деле. Вот. Эй, здорово, блядь. А вот Ника что-то никто не встречает почему-то. Никого нету. Эй, ты охуевший, блядь. Гнида. Всё, Ника, брат, никого нету. Опоздал, Роман. Опоздал. Ну вообще, Роман славится своей непунктуальностью, на самом деле. Я бы так сказал. Приехал, блядь. Дёрганные какие-то анимированные объекты. Я не знаю, конкретно, чем это связано, но точно не с записью. Чё? Рад ведь я тебя, мужик. Ты что, забыл родную речь? Эээ, чё? Да, есть немного. Всё-таки я уже здесь 10 лет, а английский-то знаешь? Помнишь, мы учились с английскими девками, с отличными. Чё приехал пьяный, блядь, за мной на этом. Они сербы, вроде как, да? Я всё правильно понимаю. Они сербы, плохо шпилят по-английски. Ну как, нормально, но не идеально. Две девчонки. Страна величайших возможностей. Мне это удалось. По-моему, ты пиздишь. Мне так кажется. Чёрт, друг, я всё чуть ли не трезв. Слегка. Ой-ёй-ёй. Ну сразу показывают всю дерзость Романа Беллика. Сразу показывают, насколько это серьёзный мужик, да? Ну он распиздяй, скажем так. Это распиздяй. Бособняк, поехали? Да, бособняк. Ух-ух. Пиздец. Наверное, лучше тебя сесть за руль. А у Ника Беллика права-то есть? Я дико извиняюсь. А где спортивная тачка? В магазине. Поехали, блядь. Надеюсь, играя на мышке, блядь, кстати, и на клавиатуре, ну, слушай, вообще, на самом деле, я бы... Сука, вертикально не включена синхронизация, просто я не знаю. Возможно, это просто игра такая странная, что она очень плохо всегда оптимизирована была для ПК. Блядь, а, мне... А, за мной не видно. Чтобы набрать скорость, нажмите С, блядь. Ух, пиздец. Если что, в любом случае, я могу подключить себе геймпад. Но пока, мне кажется, удобнее будет играть именно на мышке. Я... Единственное, что, с вашего позволения, я бы, наверное, себе... А, нихуя, она и так на минимуме, блядь. Тогда дико извиняюсь. Мне менять тут больше нечего, блядь. Оставайся в Хоу-Бич. Чё, блядь? Это его такси. Ну, его, точнее, заведение. У него таксопаркинг свой, понимаете? Шарите. Роман Балик, это всё-таки бизнесмен. Бля, естественно, опять заново привыкать к управлению... К физике машин, потому что она, пиздец, другая здесь. Тут всё другое. Да всё. Заебал пиздеть. Это и есть этот особняк? Ну, временное пристанище. Будет особняк, брат. Это же мечта. Идём. Ну, по-моему, ты сразу сказал, что будет особняк, а не... Мечта. Ты пиздобол. Заходи, заходи. Чувствуй себя как дома. У нас теперь и всё вообще-вообще, блядь, охуенно. Чё, наступил в таракана. Если бы он плачил, я бы и слова не сказал. А, вот дерьмо. Ну, как-то нехорошо. А, брат. Я рад, что ты здесь. Да, чел. По-моему... По-моему, место дерьмовенькое. Дерьмовенькое. Итак. 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 Видать, ты по уши в дерьме, да? Чё? Где шикарная квартира? Где спортивная тачка? Где Барбара с большими буферами и Стефани, которая зашёт как пылесос? Ты вообще о чём? Ты же столько и делал, что писал нам с матерью. О мистере большой шишки, господине романе, воплощении американской мечты. Спортивные автомобили, квартиры, женщины, деньги, пляж. Возможности? Я приезжаю сюда, и что? Всё, что ты можешь похвастаться, это большие тараканы. Точнее чем? У меня самые лучшие тараканы и самая лучшая грязь. Да пошёл ты. Всё, братья поругались куям собачим. Ты же тоже хорош. Да, я знаю. Эсхоу. Всё, чё, мэй здесь не хватало? Одного надёжного парня. Всего один реальный перец? Мир, конечно, не завоюю, но всё будет чики-пики. Может, как раз теперь всё и наладится? Как насчёт тебя? Как насчёт тебя, брат? А чё? А чё я-то, блядь? Ну... Почему ты всё-таки решил уехать спустя столько лет? Сперва доходили слухи, что ты связался с дурной компанией, потом, что ты вступил в ряды торгового флота, и вот теперь... Ты здесь, блядь? Слушай, возможно, картинка у меня... На записи не будет трястись. Возможно. Я хуй знает, короче. После записи уже я потом посмотрю. Если чё, исправим. Пошёл ты. Бля, какой же мерзкий роман, Бейлик. На флоте всё было нормально. Я ездил по другим причинам. И они появились ещё до того. Помнишь? Время войны... Мы занимались сладкими вещами. И с нами поступали точно так же. На войне опытные и матёры обойдут молодых, и глупят вокруг пальца. Чё, блядь? Я нихуя не помню, что там было написано. Я был очень молод, очень зол. Может, это и не оправдание. Роман? Роман! Ты что, заснул? Ширный кусок дерьма! Блядь, я ему душу изливаю, а он... Она ведь на смене... А, то есть он ещё, блядь... Ника, я должен бежать. Сядь, всё на заварке. Господи, ты просто там... Ну, выйди из двери, пойдёшь налево-направо-впривод и увидишь, короче, да? Всё, понял? Да, круто. Там и буфера, и мотор. Чё, блядь? Чё он несёт? Ника, давай обними меня. Как же я расширю, ты здесь, блядь? У меня для тебя кое-что есть. О, чёрт. Чёрт, 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 чёрт. Да, Влад, извини. Просто меня... Ладно. Нет-нет, пожалуйста. Нет, не трубай мне яйца. Ладно. Всё, давай, пока. Да нет, ох. Ладно. Куда я, блядь, попал? Казалось бы, приехал к своему Кентику, к брательнику своему. Слушай, возможно, иногда у меня появились проблемы в плане оптимизации, то, что у меня второй моно включён. Если я его выключу, возможно, у меня не будет проблем. Вот, но не знаю. Я, честно, без понятия. I don't know. Сохранение в этой игре происходит, когда ты спишь, мигающий очок Эрна Радарии показывает, что где находится Роман. За мной этого не видно. Вот. Когда ты спишь, честно, проходит 6 часов. Это мы знаем. А вот сохранение. У меня было сохранение. Я играл давным-давно, ещё несколько месяцев назад. Такс, чуваки. Геймплей. Оружия нету. Тап не работает. Капслок не работает. Нихуя тут не работает. Ну ладно, пошли тогда к Роману. Хоть погеним немножечко. Хуяк. Конечно, на мышке так всё дёргано. Не хватает какой-то плавности мне, наверное. На парковке рядом с вашим домом можно держать любые транспортные средства. Это эта жёлтая зона вместо гаража из прошлых частей, да. Чтобы установить здоровье, прикуси в ресторане или в киоске с хот-догами. Это я тоже знаю. Ебать, а что с граф... А что с ППСом, блядь? Ёбаный рот. Шо такое? Где моя плавность? Немного копавшись в настройках, я понял, что хуй чё я решу, потому что игра сама по себе... Ну, она плохо оптимизирована вообще под ПК, я заметил. То есть, всегда какие-то проблемы, блядь, возникают. Брокерский босс, кстати, какой-то мост, блядь, мы проходим. Шо с ППСом? Я не знаю, чуваки. Возможно, этот ролик никогда не выйдет, потому что у меня будет безумно лагать. Подожди, я хочу вспомнить управление. Это В, это С, это назад. Просто какие-то плавные повороты мышкой я не могу делать. Возможно, если я подключу геймпад, будет как-то мне полегче. Подойди к заданию. Это я, блядь, знаю. Не учи меня. It's your call называется. Давай, здоровяк, иди работай, убирайся отсюда. Приколистов у нас сами хватает. Пошел ты, детка. Когда я смотрю тебе в глаза, это не просто так. Я вижу маленьких романов, маленьких Мелори. вижу звезды, ангелов. У нас на родине говорят... Да, у нас тоже так говорят, что ты педик. Черт. Господи, Роман, безумный идиот. Как я могла воспринимать тебя всерьез? Думаю, это было непросто. Привет, Роман. Здравствуйте, мисс. Мелори, это мой дародный брат, Нико. Я тебе о нем рассказывал. Мелори, the beautiful girl I told you about. Видишь, кое-что из того, о чем я писал, оказалось правдой. Надеюсь, дерьмо в тебе поменьше, чем в твоем братце. Блядь, ебать, она его нахуй обьюзит перед Ником. Я думал, ты будешь за меня, детка. Эй, Влад, отлично. Ты чертов псих. Тебе надо сбросить пару кило, а это чертовашек тебя бросит. А, я знаю, я толстый хрен, что я могу сделать? Блядь, какой же жидкий вот Роман, он ну, лох, что ли, блядь. Да нет, ну, может, не совсем по-честному, но я же точно не по-скотски, что, блядь, они несут. Симпатичные девушки, любят парня с хорошим чувством юмора. Но это не про тебя, Влад, блядь, усатый, долбовёб лысый. Я плюс тебе деньги. Я знаю. А вот что еще, Роман, скажи это девичнее, чтобы он прекратил на меня пялиться. Я, или я оторваю мою башку, застимую на телефон и буду ролик в интернет. Ебать, у нас же тут есть интернет. Мы же в 21 веке уже, блядь. Фантастика. Говори, что хочешь, но этот парень хотя бы имеет общаться с девками, да, блядь? Да, чаровашка он. Пойдем, не-ка. Похуй. Дорогая, увидимся позже. У меня тут брата нужно покатать. Кацены дольше здесь. Я вот что скажу. Кацены, четвертая часть уже побольше, подлиннее они. сядь машину к Роману. Да без пизды. Если что, это моя любимая машина. Мне она очень сильно нравится. Обожаю эту тачку. Блядь. Тут, конечно, неудобно немножко мне ездить, потому что, блядь, потому что. Че, я буду оправдываться? Я привык, когда машины моментально тормозят. Сами понимаете, да, вот эта хуйня. Так, это мы ничего, эта кнопка не делают. Чтобы резко повернуть, притормозите нажатием Нихуя себе. Спасибо, игра, за то, что показываешь, как играть. Вот, что-то вот, видите, с дальностью полисовки она какой-то резко все, не хватает какой-то плавности. Я не знаю, у меня настройки все по максимуму. Выставлены на высоком. Но, игре, игре просто похуй на это. Нико, подожди здесь, пока я обзирую все там внутри. Черт, а чуть не забыл. Дай тебе свой старый мобильник. Мой номер там есть. Все, без пизды, брат. Позвони, если рисуются какие-нибудь албанцы на дерьмо, дерьмисты бежим уилдые. Найс приближение, блять. Ебай, это что, сон, когда у тебя температура 39+, нахуй ты меня приблизил, блять, камеру. Не, я говорю, на ПК игра очень странно выглядит. Всегда она очень странно, блять, выглядела на ПК. Вот так вот. То есть, это не баг, это просто вот так всегда. Похуй, похуй, похуй. Ну, наконец-то. Там это черный экран, короче, до, там до конца шел. Значок контроля показывает, что в телефоне новый контактик. Так, все, вот на эти кнопочки. Оставайтесь в машине и летите за выше баллами. Я, в любом случае, после первой серии буду что-то решать с оптимизацией, потому что, ну, я вижу, что какое-то все не такое. Как будто бы графика у меня на минимуме, хотя она на максимуме. Я хуй знает, возможно, это из-за записи, возможно, это еще из-за чего-то. Но если что, я... Мне Роман звонит, подожди, ебало на ноль. Здесь все тихо, Роман. Ты там как, выигрываешь? Прошу, скажи, что да. Не переживай, у меня тут фишек, словно я музыкальный автомат. Мы в шоколаде. Когда так говорят, блядь, обычно все идет по пизде. Контакты, Роман, я уже готов еще звонить. Прямо сразу. Я готов звонить, реально, я не пишу, я готов звонить. Вот такси проезжает, и сейчас должна быть тачка здесь. Вот она. Читаю игру, блядь. Читаю, просто как открытую книгу. Это должны быть вышибалы. Позвоните Роману и предупредите его. Все, без пизды. Брат, двое парни направляются в магазин. Думаю, это те вышибалы, о которых ты говорил. Черт, мне конец. Лучше бы тебя браться оттуда. Хорошо, хорошо, я иду. Все. Он бежит. Черт, это они. И, наверное, сказали, что я здесь. Бестер Роман, ты не бежишь, блядь. Эти албанцы. Знаете, тут очень в этой игре много интересных наций. Сербы, Албания, блядь, русские. То есть, подпеку в том, что тут очень, реально, многонациональная игра. Это подкупает, конечно же. Слушайте, а есть какой-нибудь, интересно, патч на ПК, реально, который исправляет оптимизацию? Я бы, если честно, хотел бы посмотреть на него. А, мы все, мы оторвались. Но это было очень просто, если честно. Мы на раз-два просто оторвались от кинтов. Ника, ты здесь новичок. Я знаю, блядь, что я новичок, нахуй. Не говори мне очевидных вещей, блядь. Приехали. Как тебе телефон? Может, тогда-нибудь ты сможешь позволить себе такую же крутую трубку. Почему он приближал? Я скипну, блядь. Он приближает мне картинку. Видели эту говно? О, мне приближал картинку. Не надо мне приближать картинку, блядь. Игра забагованная, с самого начала. Боже, в стиме. Она стоила, сколько в стиме. Я не помню, сколько она стоила. Давным-давно покупал. Блядь. Зачем, нахуй так делать? Зачем? Не, на самом деле, игра классная. То есть, в свое время, в тысяча девятом году, когда эта игра вышла, я охуел от жизни. Но, правда, вот, с дальностью прорисовки тоже какие-то проблемы. Слушай, возможно, трафик нужно поубавить, хотя это мы же в Нью-Йорке, типа. Там, мы пока не в Манхэттене, но, типа, ладно. Я жду звонка от Романа. А, нет, вон он. Подожди, сообщение. Черт, нужна помощь. Быстро приезжай в гараж. Роман, я вот эту тачку возьму, потому что вот эта машина, я хочу ее сохранить. Я всегда ее сохраняю, чтобы потом, если что, ее забрать к себе, потому что она довольно-таки будет потом редко встречаться. Так, поехали к Роману, выручать его. Видимо, у Романа не бывает, нахуй, выходных. У него всегда какие-то проблемы. Так, о том, что у вас есть сообщение прочитанное, говорится, значок с конвертом над радаром. Кстати, секундочку, 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 случайные люди, которые здесь обитают. Какой-то наркоман. Как дела? Хорошо. Большое спасибо. Хорошо. Да, товарищ, у меня все хорошо. Да и что это мы еще оба бля? Тут спору... Блядь, какой-то... Короче, чуваки, этот чел даст мне 100 долларов. Это максимальный беспонтовый диалог, он просто мне даст 100 долларов. Это не сюжетный чел, это просто рандомный чувак, который дает мне бабки в самом начале игры. Просто, ну я реально не хочу вчитываться в эту хуйню ненужную, блядь. Роман, здорово. Новый такси надо, блядь. Freeze a crowd. В чем дело, Дардан? У тебя какие-то проблемы? Проблемы не у меня, а у тебя. На нахуй, блядь. Новый монитор, блядь. 30 герц монитор разъебали. Прекрати! Валя отсюда. Нико. Да, на нахуй, просто минус рука, блядь, свечипа. Моя рука! А ты чё? На помощь, помоги! Давай, козёл. Бладар, помоги мне! Давайте проваливать отсюда, нахуй, только отсюда ещё раз, сюда. Убью нахуй, ясно? Блядь. Я забыл, вспомнил слово, Роман очень жалкий. На полном серьёзе, он лох, и он очень жалкий. Да и хуй с ними. Ты только посмотри на всё это. Жесть, опять вляпались. Хочешь знать, почему они живут в симпатичной квартире и не траху у четырёх тёлок? Всё, я знаю, такого вот дерьма. Всякие козды угрожают мне. Заткнись. О, здорово, Мелоди. Эй, красотка, привет! Да? Всё здорово! Послушай, у меня тут небольшая проблемка в офисе. Не могу... Вот Ника может. Что может? Тебе... Зачем тогда... Да пошла ты в таком случае. Отличная девчонка. Можешь сказать, мне одну слуху сказать? Мелоди, нужно подбросить. Подберёшь её у станции в Хоу-Бич? Да. Возьми тачку. Она будет с подругой. Может, тебя подозрочно не замутить? Пошёл ты. Посмотри, они сломали мой компьютер. Сядьте в машину у Румана. Надо подвезти его невестку и ещё одну девчонку. Блядь, вот только вот отношения мне сейчас не нужно. Нахуй, с кем-то встречаться в видеоиграх, чуваки, блядь. Ладно, используй колёсико вверх-вниз, чтобы повысить радио. Но у меня радио на минимуме. У меня играет музыка, но очень тихо, потому что, ну похуй мне. Пусть играет. Чтобы выключить радио, используйте букву Ч. Ну, либо Х. Без пизды, братик, без пизды. Ещё раз игра показывает про радио. Кстати, Владивосток ФМ в этой версии урезанная. Там нету всех оригинальных песен. Буку П, точнее, Джи, это посигналить. Зарезайте, леди. Ника, спасибо, что приехал. Нужно было догадаться, что Роман найдёт причину отмазаться. Это Мишель. Привет, как дела? Блядь, я живу в районе Роттердамского холма. Нихуя себе, нет, я не знаю, где это, потому что я не местный. Как и надо, ну, типа, вот. Что ты тупой вопрос, блядь? Как тебе Америка, Нико? Я ждал немного другого. Ника, знаешь что? Тебе... Ты охуенный. Может, это будешь ты, Мишель? А что я читаю, блядь? Да, вам, ребята, вы возрасты, свободны. Возьми у неё телефон, Нико. В плане телефона, а не номер, Нико, ты не подумай, блядь. Так, короче, Нико понравился, Мишель. Интересно, что же у них будет в дальнейшем, блядь? Неужели любовные отношения? Ёбаный рот. Чуваки, мне похуй. Всё, идите нахуй из машины. Спасибо, что подбросил Нико. Да, звякни мне как-нибудь. Иди нахуй, женщина, не хочу. Я гей. Я сербский гей. Скип нахуй. А, Роман, плюсик, заебись. Звоним Роману. Нахуя. Брат, я высадил девчонок. Твоя девочка дала мне номер своей подруги. Только вот у мамы Мелоди в восторге была от моей одежды. Я знаю одно местечко, это то, что тебе нужно. Оно он... Блядь. Блядь, здесь в магазин Мога в кабиню и купи тебе что-нибудь из одежды. Ёбаный стыд. Сейчас я себе куплю, а не одежду. Если Роман на полном серьезе считает этот магазин охуенным, то, блядь, у него проблемы с головой. Новинки, последние моды. Ставь нахуй лайк, если тоже одеваешься в секонд-хенде. Открытые поздно. Новинки, последние моды. Куда я, блядь, зашел? Это просто пиздец. Вы можете покупать себе одежду в городских магазинах. Это я знаю. Что, сука? Ну, джинсики в последнем моде, да, взять? Ух, все. Как купить? Энтер. А, бесплатно брюки достались. Слушай, отлично. Что подают под джинсики? Вот я люблю вот эти вот песочную ветровочку себе вот эту хочу взять. Но модно, на стиле. Бабки есть? 26 долларов. Поху, берем. Еще, знаете, кеды нужно кинуть. Новые кроссовочки себе, да? Ну, вот эти вот, да, подойдут в самый раз. Ух, шик. 12 бачей. Пиздец, просто купил себе хуйни всякой. Ну, и что это, блядь? Мишель плюс. Слушай, давайте позвоним ей. На свиданку надо пригласить, или как-никак? Ммм. Эй, Мишель, это Нико, брат Романа. Привет. Как дела? Да нормально. Я тут подумал, что ты не хочешь сходить со мной куда-нибудь? Ну, типа на свидание. Конечно, давай сходим. Я хочу познакомиться с тобой ближе, Нико. А я нет. Но меня заставляет игра. И Роману сразу мы звоним. Алло, Роман, я купил пару вещей. Хоть какое-то ощущение, что товар они привезли с нашей Родины. Придется довольствоваться тем, что есть. Когда деньги потекут рекой, мы с тобой будем выглядеть роскошно. Ай, блядь, через хрустло. Нужно продолжить встречаться. Да иди нахуй, Роман. Белик. Я, наверное, все-таки сам должен решать, с кем мне встречаться. Можете поставить GPS. Ну, короче, да. Можно ставить метки, как вот в Дефинитиве, там, Сан-Андреса, Третьего и Сити тоже метки будут ставиться. Но у меня, в принципе, этого нет, потому что я карту вроде как эту знаю. Ну, хотя бы этот первый остров. Так, ладно, поехали на свиданку. Сейчас замутим с девчонкой, блядь. Повороты, конечно, очень... Подожди, тихо. Брат звонит. Ника! Братарь, бежал меня на спор-площадке под линией метро. Что ему нужно? Понятия не имею, что ему нужно. Слушай, Мишель, когда имею дело с моим братом, я должен ему помочь, поэтому пошла нахуй. Как-никак, брат важнее телки. Ну, согласитесь. Ну, я что, не прав? Да он распиздяй, да он доюродный брат, но он же все-таки семья, а Мишель это просто рандомная чика, блядь. Пока не будем торопиться. Попозже с ней сходим на свидание. Спаси Романа. Роман сам, нахуй, не умеет себя спасти. Почему он, сука, всегда должен его спасать брат двоюродный? Нужно научиться драться ему, блядь. Пистолет с собой носить, например, я не знаю. Ну, надо же как-то двигаться, Роман Беллик, блядь. Вон его пиздит, нахуй, палками. Поможем. У нас как будто выборы есть, блядь. Эй, Роман, ты долбоёб. Послушай, Дарт, мой хороший друг. Мы просто не полазили, друг. Эй! Держи толстяка, а я погуляю с этим. У нас проблемы с твоим братцем. Я говорил вам прекратить. Теперь уже поздно. Бля, вот драться я не помню, как сейчас честно зажать правой кнопкой мыши. Ударить, обслабый приём, ударь ногой. Всё, понял. Охуенно. Это я буду особо, короче, драть. Просто спам на одну кнопку. Ну, можно ещё ногой, знаете? Тут же есть какие-то приёмчики потом, типа, контратаки. Типа, как-то же... Вроде на пробел блок ставить. Да. Во-во-во-во-во. Во-во-во-во. Я раньше так не умел, короче. На, нахуй, блядь. Пол хп сразу кинту снесло. На. Ебать. Чемошник ёбаный. На, блядь. У-у-у-у. Просто с вертухи нахуй долбой я бы прописал. Ты в порядке, брат? Да. Нормально. Долбаный вышибалый. И ещё один стоит, дебил. Вот и Дардан. С рукой, да, сломанный? Давай ты за руль. Ну, конечно же. Кто ещё за руль? Естественно, я. Сядьте. Только, Роман, можешь бы стей? На, блядь. Сука, ну, это будет медленно, брат, но надо быстрее бежать. Я, конечно, всё понимаю, но... Быстрееей, Роман Белик. Догоните Дардана. Дардана, блядь. Дарда, долбоёба. Пошёл, всё пришёл, там конец. Думаешь, брат, думаешь, что вот огонь, а ты? Конечно, вот, вот такие вот манёвры, конечно, очень опасные. Я к таким не привык ещё. Интересно, а вообще Роман Белик умеет затыкать свой ебаный рот нахуй? Белик лагает, пиздец, конечно, да? Жёстко. Жалко вот, я так и не понял, почему до сих пор на плойку не выпустили переиздание, хотя бы на четвёртую. Ну, типа, там хотя бы лагов бы не было, а тут у меня, ну, явно проблемы с FPS у меня есть. Типа, я слышал, да, были слухи о том, что хотят переиздать на консоли, но чё-то это всё на уровне слухов только. я больше ничего не слышал по поводу GTA 4 и там, типа, потенциала дальнейшего. Но игре нужно что-то делать, но я бы хотел хоть какое-то переиздание. Почему они вот первые три части говно выпустили, Defensive Edition, почему четвёрку не могут так сделать? Я, кстати, очень буду рад, если Рокстары сделают сюрприз разработчиков, точнее, от лица разработчиков, да, и вместе с пятой частью выйдет четвёртый, кстати, лайфхак. Чтобы не идти с ним драться наверх, можно его задавить. Вот и всё. То есть, мы сейчас сэкономили время. И халявного ножа, кстати, мы себя лишили, но ничего страшного. Отвези Романа в таксопарк. Просто можно подняться с ним наверх, подраться, он достанет нож, будет аниматься, что мы сталкиваем его в воду, но я решил попытаться это дело сделать. В Европе есть один русский, болгарин. Он живёт в Андриатике. Где, блядь? А, Нигар оказывает про свои проблемы, что у него тоже есть два трабла с деньгами. И что он тоже кому-то должен денег. Или нет? Мишель, подожди, Мишель пишет, Ника, ты где? Не могу тебя найти, что случилось? Ты связался с плохими людьми, ебать. Вот, сразу вот, ну, видно, вуман, блядь, вуман момент. Спасибо, брат, увидимся позже. Типа, просто опоздал на свидание. Девка пишет, ты связался с плохими людьми? Блядь, нет. Давай, сходимся на свидание и закончим на этом первую серию. Человеки, в любом случае, я пройду игру до конца. Просто вот, если сегодня на записи будет лагать в финальном монтаже после рендера, то я уже что-то буду пытаться исправить, потому что, ну, эту игру мне хочется пройти. Очень пиздец хочется сильно. Погнали, Мишель, блядь, нахуй, прям в парадный подъехал. Это я знаю, это я скипну, потому что я знаю, где можно хавать, куда можно ходить. Звонок. Иду. Пять, Ника, куда ты пошел? Кто там? Охуеть, кто? А ты кого-то ждешь еще? Это Ника. Привет. Я как раз заканчиваю с прической. Ну и хата говна, блядь. Ты недавно поехала? Нет? А что? У тебя все новые вещи? С некоторых еще даже ерунки не сняты. А, ну, я люблю порядок. Это видно. Вещи все равно новые. Да, в некотором роде помешаны на чистоте я, ну, бывает, хули. Вы еще начнете раздражать меня, если я их выбрасываю. Что-то вроде невроза. Оу. Ну так, куда ты не поведешь? Я? Ты хорошо выглядишь. Спасибо. Так же, как в прошлый раз. А вот я переоделся, между прочим. Не знаю, я тут новенький. Я думаю, может, нам сходить, эм... какие нахуй на парки, блядь, какие парки развлечений. Сука, мы играем в GTA, хотел сказать, на ДРС, блядь, по привычке. Отвезите, Мишель, в парк развлечений. Зачем? Ника, почему ты опоздал, Ника? Попал Роман в беду, пришлось его выручать. Кстати, нихуево, да такая тачка у нее? Дефолтненькая такая, да? Сиданчик, да? Ну-ка. Все, хребай, как сигналят нахуй, мощно. Блядь, он защищает Романа. Чел, так и скажи, что Романа распиздяй, что с ним не нужно общаться, что он, ну, он клоун, что не нужно, мало ли, выходить за него замуж, что еще что-то, ну, не нужно, но этого не стоит. Не кричи, блядь, дура. Знаешь, в это время года парка не работает. Смотри, там наносили, дорожка для боулинга. Настил, настил, настиле, настил. Как правильно? Как удаление там? Там валяется молик, кстати, но я не хочу подбирать его, потому что зачем. Сходи в Мишель, с Мишель в боулинг-клуб. Спасибо, что вытащил меня хоть куда-то, сто лет не было, на свидании. Да вообще, как нехуй, блядь. Нажмите У. Погнали, я тебя вздернула, высыплю в боулинг. Я играю в боулинг, в GTA 4, чуваки. Но благо, я умею играть в боулинг здесь. Кстати, тут можно мышкой управлять шаром. Это щит, я считаю. 8, нахуй. Так, можно отойти, и сейчас просто, блядь, это, пуякнуть. Спеер. Просто изи. Ой, блядь, куда она лезет, блядь, вот серьезно, куда она нахуй лезет? Тут никобелик, тут без шансов, тут, тут, мне бы хотелось это страйк бы убить. Я хотел сказать, хитрик, блядь, я помешан на футболе, извините. А может быть, сейчас все три выбьем, да, нахуй? Вот так вот, бам. Эх, so close, реально было so close. Блядь, она играть не умеет, или что, нахуй? Это страйк, кстати, убивается. А че так медленно? Никобелик. Может быть, мне надо сильнее мышкой сдернуть, нахуй? Прям вот так вот. О, спер еще один. Халява. Блядь, куда ты лезешь, блядь? Не лезь, нахуй, в это дело. Боулинг, это не твое страйк, кстати, легчайший. Не, ну, мы что, реально какие-то проблемы? 23 очка? Я просто ебую, нахуй, в этом боу... второй подряд, блядь. Еще бонусный мне один, пожалуйста, завезите, еще нахуй страйк выбить, блядь. Просто вот так вот на... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не повезло. Все или еще? А, еще бросок. Ну, 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 как-то, спэр выбивается, кстати, легчайший. Просто я трахнул эту Мишель, блядь. Давай. Сходи, я домой отвезу, блядь. Я купить мороженое, не а, Мишель? Ну, знаете, как поощрительный приз. Отвезу меня домой? А ты дашь мне в очко, блядь? Конечно же, отвезутся домой. Пойдем. Правильно, я бегу впереди, женщина сзади, всякое должно быть. На, блядь. Куда идешь, нахуй, усатый дебил, блядь. А я иду с этой тачки. У тебя немного знакомых, Либерсити? Как же кавалеры, бывшие мужья, в том же духе? А вот хуй с ними, блядь, я это ебать не должно. Отвези Мишель домой. А, ответит на мой вопрос? Ты че нахуй? Короче, Мишель, слушай, я очень занятой человек. Я сюда приехал работать. И к брату, естественно, конечно же. Мне вот не до этого, блядь. Тут женщины, блядь, отношения. Иди ты нахуй, блядь. Я ебаный гей. Я приехал в Сербии, я там шпилился с кентами. Не пизди, женщина мне под руку. Когда мужчина у руля, заткни, блядь, все ебало. Мы приехали. Было бы здорово. Да, все было охуенно. Да, было бы отлично. Я тебе позвоню. Уж будь добра, Нико. Сука, блядь, почему я должен ей звонить? Я не хочу ей звонить. Я против отношения Нико и Мишель, например. Ну ладно. Как говорится, это не моя проблема. Все, чуваки, на этом я заканчиваю первый выпуск, так что всем спасибо за просмотр. Я буду решать проблемы с ОПС, если они в итоге будут у меня на видосе, поэтому всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok